Девушки отдыхают Провизию и довольствие повезут по казенному тракту от столицы до Чанчжоу. Они будут ехать очень долго, без остановок и без передышек. Если потребуется, они пустят в ход свои мечи. Никогда, никогда еще не было такой войны. Возможно, в ближайшие десятилетия я положу ей конец. Сегодня на утреннем собрании твой пятый брат пожелал вернуть в казну свое жалование для облегчения тягот народа. А ты чем занят, наследник? Вы позабыли. Я заперт во дворце, им не запрещено посещать собрание. Все познается на собственном опыте. Ступай. Ваше Величество, прошу, позвольте покинуть дворец. Мне нужно в ведомство подать ей. Что ты сказал? Я хотел бы предотвратить будущие беды. Починить крышу, пока не пошел дождь. Ты все не отступишься. Мы должны обмерить землю и увеличить налоги. Не боишься, что Цензерат снова на тебя пожалуется, потребовав низложения? Неважно, наследник я или нет. У каждого есть семья, все мы один народ. Нельзя отступать. Нет дороги назад. Его Величество дозволил? Ступай в ведомство подать и проследить за фуражом и провиантом. Слышал, на сегодняшнем собрании князь Джао предложил пожертвовать риз для армейского провианта. Но в итоге этот риз осядет в амбарах императорской родни и сановников. Пятый брат следует воле отца. Они добьются денег от ведомства податей, так же, как когда-то использовали мой доклад о проверке воды. Вот только не ожидал, что двор узнает, что я, наследник, слаб и беспомощен. Ваше стремление подобно стремлению Величественного Журавля. Придется потерпеть ради своей цели. Я достаточно терпел. Фамилия Гу, фамилия моей матери. Отражённая в зеркало бронзе, повисший колокол, вечная заноза в сердце императора. Тронь её, она и заболит. Почему бы не выдрать её с кровью, а потом... не подождать, пока она заживёт? Ведущий Сюй. Такая рана может зажить, а может быть смертельной. Когда Фэнань учил меня стрелять из лука, говорил, что стрела должна убивать сразу. Хайян Хоу достойный сын своей семьи. Он искусен в стрельбе. Не знаю, жива ли ещё лошадь, которую я ему подарил. Грядёт битва. Фэнань поведёт войска. Конечно, рванёт на передовую. Я отвечаю за военные поставки, но не могу поехать к нему в Чанчжоу. Разделить тяготы по рубежья. Ваше высочество. Три года разлуки. И впрямь. Невыносимо. Стены Чанчжоу. Отец? Помощник командующего Гу не желает выпить с товарищами. Чего здесь делаешь? Сегодня мы награждаем солдат. Я боялся, что отец мог перебрать с выпивкой. Я беспокоился. Подойди. Видишь звезду? Разве сейчас она не горит намного ярче, чем прежде? Небесные знамения не помогут в управлении страной. Отец, мы должны победить. Ты не раз просился на передовую, но я приказывал быть в Чанчжоу. Я не дал тебе прославиться в бою. В глубине души. Ты ведь зол на меня. Разве я могу? Лиминань обосновался в Чанчжоу. Под его началом 30 тысяч воинов. Я не могу спокойно оставить его в тылу без присмотра. На сей раз его армия Тянчан послужит для меня передовой. Я обрубил ему руки так, что комар носу не подточит. Вы с ним живете в Чанчжоу, каждый в своем углу. Мы должны поддерживать друг друга. Ты не дашь ему сосредоточить в руках всю власть, а я не дам императору повода для сомнений. Помни, терпение прежде всего. До моего возвращения никаких стычек. Нельзя нарушать равновесие. Я запомню. И еще кое-что. Сперва я не хотел тебе говорить, но в этот раз, пусть и преимущество на нашей стороне, случится. Может, все что угодно. Так что, во избежание будущих неурядиц, скажу прямо, вести столицы, Сяо Динкай предложил способ изыскать средства для армии. Дуор одобрил его предложение. Динкай подобрался к наследнику. Продает живопись на показ, чтобы заработать. А сам тайно спутался с цензоратом. Князь Джао? Этот легкомысленный любитель девушек? Пятый господин? Ему почти двадцать. Его Величество пока не выбрал ему главную супругу. И отсылать пятого сына он не торопится. Стало быть, он еще нужен при дворе в противовес наследнику. Его Величество проворачивал такое не раз. Но он не склонит голову, радуясь, что император нашел ему применение. Вреда он принесет поболее, чем некогда князь Ци. Отец, разве мы не должны предупредить императора? Пока не время. Из столицы пришла весть. На сей раз военными поставками по приказу императора занимается наследник. Я не хочу отвлекать его Высочество в такой момент. Наследник не лезет в дело управления. Таков обычай двора. Император нарочно кидает его Высочество в самое пекло. В случае с поддельным донесением и так ударил по наследнику. Из-за этого моя победа не принесет ему никакой пользы. Но мое поражение станет источником его бед. Воспоминания о прошлом разве дают мне право сожалеть о содеянном? Разве есть у меня право на ошибку в этот раз? Лишь павший в бою с честью похороненной в шкуре коня я смогу отплатить за милость небес. Отец. Это лишь слова. Чего испугался? Твой отец полжизни в седле. Без шанса на победу. Повёл бы я войско в бой. Встань. Я ещё не понянчил внуков. Невестка скоро родит? В мае. Слышал, вы придумали детское имя. Жу. Когда-то я дал тебе такое же второе имя. В надежде, что ты пойдёшь по стопам деда и станешь достойным чиновником. Верным помощником его Высочеству. Но кто б сказал, что ты последуешь моему примеру? Сын не оправдал надежд отца. Отец виноват перед сыном. Сейчас в почёте при дворе. Учёность. Я же избрал путь воина. Я погубил не только тебя, но и чё, Наня. Чего это я сегодня? Это вам не вино, говорит? Вы и сами знаете миру. Вам предстоит изнурительный путь. Вам лучше поберечься. Помощник командующего. Так точно. Идём со мной. Спустимся к солдатам. Выпьем с ними. Я сам отнесу вазу. Не ходите за мной. Во двор супруги Гу. Теперь можно входить? Как знать. Живёт там с одной лишь служанкой. Похоже, холодного дворца будет. Невестка! Невестка! Сисян! Си... Это вы. Я принёс вам вазу. Я не встретил по дороге слуг. Так что вошёл сам без объявления. Прошу невестку не винить меня. Юный принц неуклонно придерживается правил. Я очень тронута. Я проделал такой длинный путь, что топить хочется. Заходи. Шестой принц пожаловал за наставлением. Он у нас молодец. Подойди. Прошу, Ваше Высочество, наказать меня деревянной линейкой. Вашими латунными слишком больно выходит. Шестой принц знает, что эти линейки пожалованы самим императором. Прежде Его Высочество не раз подвергался наказанию. Именно этими линейками. Но учитель говорил, что наше тело – дар родителей. Поэтому мы не должны его увечить в том начале сыновей почтительности. Чего вскрикиваешь? Ты здесь единственная, кого я могу учить. И раз таланта не хватает, почему не стараешься? Взяла. Не давите! Я с трудом дышу! Какие мы нежные. То-то же каллиграфия скверно выходит. Танцкие прописи ужасно скучные. Не дело достойному мужу на них время тратить. Я хочу научиться вашему изломанному золотому мечу. Ты еще мал, в руках силы не хватит. Сперва нужно освоить основы. Только так в будущем твои умения останутся при тебе. А чужих, значит, научили. Одного меня обделили. Твой пятый брат чужой? Я говорю, вовсе не о нем. Ты видел у кого-то мою каллиграфию? Нет. Старина Ван. Да. Допроси слуг, что сопровождали шестого принца. Последние несколько дней. Да. Не надо, Евнух Ван. Не надо у них спрашивать. Я сам скажу. Я видел каллиграфию у супруги Го. Очень похожую на вашу. Ступай. Отвечай. Ни с того, ни с сего. Зачем ты туда ходил? В тот день... В тот день мы с пятым братом играли в рощи наследных принцев. Бросали стрелы. Братец бросил разок. И я... Сам не знаю, как... Моя лошадка оказалась во дворе у супруги Го. Кто ее кинул? Я... Это я. Я закинул. Разбил у нее вазу. Потому... Поэтому... Ты подарил ей другую. Смелости тебе не занимать. Так вы с самого начала все знали. Зачем тогда у меня спрашиваете? К моим женам нельзя так просто. А ты был у нее дважды. Неужто мне и спросить нельзя? Ладно, первый раз. У тебя особо выбора не было. Но второй... Кто тебя надоумил? А ну не плачь. Никто не говорил. Я сам захотел пойти. Я пообещал принести ей взамен новую вазу. Тогда почему мне не сказал? Я... Я слышал. Супруга Го больна. Вы не навещали ее несколько лет и никому не разрешали ее проведывать. Тогда почему ты все равно пошел? Когда я пришел, никто меня даже не остановил. Однако, поговорив с невесткой, я нашел ее доброй и умной. Она и впрямь талантлива. Вот я и решил, что она уже выздоровела и может встречаться с людьми. Ты уже лекарем заделался? О чем говорил с ней? Только честно. Вы верно меня проверяете. Я уже и не упомню ничего. Только... Только она о вас и не справилась даже. Встань прямо. Вы разозлились? Не надо на меня сердиться. Я больше не буду к ней ходить. Дин Лян будет усердно заниматься. Я больше не стану спрашивать вас об изломанном золотом мече. Только не сердитесь. Мне от этого нехорошо. Если вам не по себе, можете отвести на мне душу. Дин Лян не пожалуется на вас, отцу. Я избаловал тебя за последние годы. А ты и рад безобразничать. На будущее запомни. Станешь носиться в моем дворце? Пощады не жди. Слушаюсь. Как прикажет его высочество. Чего смеешься? Я смотрю на вас. Смотрю на вас и шестого принца. И не знаю от чего, вспоминаю, как в прошлом. Хэйян Хоу также резвился в вашем дворце. Он, должно быть, отправился с Уде Хоу в поход. Нет. Он на Страже Чанчжоу. Да, на войне нелегко. Как только Хэйян Хоу вынесет все эти тяготы... Помощник командующего. Докладывай. Из-за распределения провианта мы... Повздорились с господином Ли. У каждой стороны по сотне солдат. Стража Восточных Врат не может остаться в стороне. Стычка неизбежна. Идем. Есть. Помощник командующего. Стоять, стоять! Что за наглость? Хэйян Хоу. Приветствую, сановник Ли. Теперь мы с вами равны? Ни к чему церемонии. По недосмотру моего помощника... Случилась драка. Он был наказан. Я уже обезглавил его. Прошу, сановника Ли проверить лично. Разбросанный рис уже собрали. Зерно увезли в хранилище. Провиант распределят как приказано. Я плохо обучил подчинённого. Прошу, сановника Ли о наказании. Надеюсь. Сановник... Доложит об этом деле по справедливости. Не стоит, Хэйян Хоу. В армии семьи Гу знают о порядке. Вы действовали решительно и быстро. Вы воистину заставили взглянуть на вас по-новому. Коля не сумел упредить беду. Поспеши разобраться с последствиями. Иначе ветер обратит рябь в волны. Самая страшная не кража провианта. Куда хуже расшатанный боевой дух. Близится важный бой. Император обеспокоен. К тому же военными поставками занимается его высочество. Как по мне, таким пустяком вовсе даже не стоит их волновать. Пусть это дело на нас с вами и остановится. Ну, что скажете, Хэйян Хоу? Сановник так заботится о государстве. Разумеется. Я повинуюсь. Три года в учении, а вы уже в точности как ваш отец. Амбра. Его любимый аромат. Пожалуй, я вас покину. Постой. Подожди здесь. Посмотрим вместе, что написал тут Фэнань. Наследному принцу. От Фэнаня. Князь Джао давно заслал в Восточный дворец шпиона, подозревая, что в Гарем. Его намерения пугают. Я обеспокоен, и поэтому, с заботой о вас, пишу себе послание. Три года назад супруга Гула шла во дворец, представ перед императором. Ей помог князь Джао. Возможно, уже тогда он знал, что князь Ци обречён. Он подлил масло в огонь, чтобы завоевать доверие и его высочество. И у него это получилось. На сей раз шестой принц оказался в роще. Именно из-за князя Джао. Если бы никто не подначивал ребёнка, хватило бы ему сил бросить бамбуковую жёрдочку, так что она залетела во двор. Зачем ты пришёл? Приказ императора? Кто ты такая? Кто тебя прислал? Ваше высочество! Ваше высочество! Ваше высочество! Сестрица Бао! Как она тебя назвала? Это моё дет... Детское... Имя. Значит, всё, что ты делала... Ты делала по чьей-то указке? Зачем наследник пришёл? Нужно доложить. Ваше высочество! Где супруга Гу? Сестрица пошла собрать высохших лепестков роз для омовения. Ничтожная пришла за гребнем. Ваше высочество! Ваше высочество, вы... Мои дела тебя не касаются. Подождёшь здесь со мной. Не нужно звать госпожу. Тогда я подам вам чаю. Я пришёл нежданно. Обойдёмся без чая. Ваше высочество, мы нашли это. Пока ступайте. Да. Сисян, почему ты так долго, Гребень? Сисян, почему ты так долго, Гребень? Сисян, можешь идти. Сисян, je Character. Ты не спасёшь? Ты не спасёшь. Сисян,__ь. Ай where? Ты не спасёшь�. Иди читай. Бог, погиб ты мой жаль! обижена на меня. Я долго не навещал тебя. Ничтожная больна. Я была рада вашему отсутствию. Я не смею роптать. Затёрто чуть ли не до дыр, как только предписание превратилось в это. Да. Ничтожная лишь. Использовала его как закладку. Как оно у вас оказалось? Муж на Востоке развился с тех пор ухом летучим прически убор. Голову нечем ли мне умастить? Чей красотой порадую взор? Ваше Высочество! С тех пор, как солдату вели на войну, три года свою я не видел жену. КОНЕЦ